Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как обычно в этот день и час события, факты, самые актуальные городские темы в программе «Лица столицы» в студии Александр Шилко. И сегодня гости нашей программы первый заместитель председателя Совета Министров Крыма Михаил Шеремет и доктор исторических наук Олег Романько. Добрый вечер, добрый вечер. Михаил Сергеевич, в нынешнем году отмечается 75 лет со дня образования ополчения в годы Великой Отечественной войны. Как вы оцениваете вообще народное ополчение, его роль, наверное, в российской истории? Я считаю, что народное ополчение всегда была судьбоносной роль этих формирований, потому что именно в переломных этапах, в самых критических ситуациях, именно народное ополчение спасало ситуацию. И мы это помним с 1812 года, когда польские интервенты были. Было в 1941 году, и подобный этап случился и в 2014 году. Хотя это впервые, наверное, за всю историю, когда бескровно, спокойно прошли все вот эти процедуры, причем в законодательстве всего мирового сообщества. Не только украинского, а российского. Олег Валентинович, давайте, может быть, исторический, может, какой-то экскурс небольшой. Само явление народное ополчение, когда оно возникло, может быть, в России? Как оно все-таки трансформировалось по нашей дне, вот с точки зрения исторической? Сергей Сергеевич совершенно правильно сказал, народное ополчение – это явление очень старое. И берет оно свое начало, когда все мужчины были воинами. Народное ополчение, собственно, это и есть, когда все мужское население, условно, племени, какого-то народа собирается, идет на войну. Поэтому можно сказать, что народное ополчение возникло еще во времена древнерусского государства. Яркий пример народного ополчения – это Куликово поле, битва на Куликовом поле. Потом, разумеется, польская-литовская интервенция, 1612-13 год. Совершенно верно, это 1812 год и так далее и тому подобное, действительно, до наших дней, до 2014 года. Но в эти дни мы действительно празднуем 75 лет народного ополчения Великой Отечественной войны. 3 июля Иосиф Виссарионович Сталин, когда он выступал по радио, он призвал всех жителей городов, населенных пунктов, которым угрожает вермахт, создавать народное ополчение. Поэтому народное ополчение, все-таки, когда мы об этом говорим, мы все-таки имеем в виду народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. То есть, прежде всего, да, упор на то, что во все времена народ, да, люди, которые брали в руки то, что было, это было востребовано и это в итоге и решало. Вы понимаете, когда не было профессиональной армии еще, да, в нашем понимании, весь народ являлся армией. В какие-то там мелкие, да, стычки в мелких войнах участвовали профессиональные военные, ну, это в княжеские времена это дружины были, там, во времена Московской Руси какие-то боярские, да, княжеские дружины. А когда уже всему государству угрожала опасность, весь народ брал в руки оружие. Собственно, народ спасал Россию неоднократно именно так. Да, и поэтому Сталин, партийное руководство СССР в годы Великой Отечественной войны решило обратиться к этому опыту. И, надо сказать, весьма удачно. Небольшой экскурс в историю, наверное, Крыма времен Великой Отечественной войны. Как началась война в Крыму? То есть, вот, насколько я знаю, бомбежка была, да, по-моему, еще даже раньше, чем объявление войны. Дело в том, что, поскольку в Крыму находилась военная морская база Черноморского флота Севастополь, Крым один из первых подвергся бомбежкам, нападению германского воздушного флота, да, и, ну, дело в том, что командование Черноморского флота было к этому готово и довольно-таки успешно отразило это нападение. Причем немецкие самолеты... Это 22 июня, да? Да, 22, причем даже не ровно в 4 часа, а до этого. То есть, фактически, без объявления войны, да, и без начала... Разумеется, разумеется. Но, вот я еще раз подчеркну, командование Черноморского флота было отчасти к этому готово. Поэтому и потери были минимальны. Черноморский флот сохранился и потом сыграл свою роль в обороне Севастополя. Как разворачивались дальше события? То есть, бомбежка в Крыму, понятно, что, да, война началась? Наверное. 22 июня уже днем собираются партийные органы, советские, военные. Объявляется создание комитетов обороны в Симферополе, Севастополе и Керчи. Ну, и в том числе начинается тоже формирование вот этих структур, которые называются условно-народное ополчение. Я подчеркну, что в годы Великой Отечественной войны народное ополчение – это такой собирательный, да, все-таки образ. В него входило, как собственно, народное ополчение, вот эти военные формирования, истребительные батальоны, которые даже раньше стали создаваться народного ополчения, так называемые коммунистические отряды, которые потом влились в народное ополчение. Вот это все начало создаваться в Крыму в том числе. Первыми начали истребительные батальоны возникать где-то примерно 24 июня уже. Истребительные батальоны – это были как бы такие под руководством структуры НКВД отряды, которые занимались в том числе охраной тыла, там, борьбой с саботажниками, шпионами, с гипотетическими вражескими десантами и так далее. И довольно много их в Крыму создали, где-то около 6 тысяч человек было в батальонах. Потом многие из них фактически стали... Частями регулярными? Нет, 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 наоборот, стали частями партизан, отрядами партизанскими. Ушли в лес и стали партизанскими отрядами. А вот уже, собственно, народное ополчение, вот как мы его понимаем, начало создаваться в Крыму уже в начале июля. 7-го, 9-го июля, там, 15-го разные выходили указы, постановления местных партийных и военных органов. В результате были созданы части народного ополчения, а около 150 тысяч человек не проходила служба, это довольно много. Если учесть, что всего за годы Великой Отечественной войны 4 миллиона человек изъявило желание записаться в народное ополчение, 2 миллиона из них потом попали в действующую армию. А в Крыму вот 150 тысяч человек в народном ополчении, 6 тысяч в истребительных батальонах, ну, еще где-то около 7 тысяч вот этих коммунистических отрядов. Тоже очень интересная структура, которая создавалась из партийных, комсомольских работников. Это типа был опыт гражданской войны, когда были части особого назначения, чем так называемый. Хотел на этом остановиться. Почему-то решили, что нужно ополчение, да? Понятно, что набирали регулярные войска и призывались. И в то же время в Крыму так много предусмотрено было именно в рамках народного ополчения. В ополчение кого брали? Те, кто не подлежал призыву в первую очередь. То есть человеку год еще не подошел призываться, допустим, да, но он хотел... То есть это были еще достаточно молодые люди, да? Не обязательно. Это могли бы эти люди в возрасте уже, даже его возраста условно, да, не обязательно там 18-20-летние. Да, и главное, что это были все добровольческие части. То есть люди туда шли добровольно, их туда никто не загонял, и они потом занимались там военной подготовкой без отрыва от своей основной работы. То есть там три дня в неделю они по три часа упражнялись с оружием, да, стрелять учились, потому что не у всех у них была даже военная подготовка. Но был такой вот запал, задор, да, защитить свою родину, что не могли от этого отказаться. Главная роль вообще народного ополчения была какая? Да, это был фактически резерв для действующей армии. И очень много из крымского народного ополчения людей пошли на усиление 51-й армии, которая оперировала в Крыму. Эти все четыре знаменитые крымские дивизии, первая, вторая, третья, четвертая, фактически многие из них были созданы благодаря кадрам из народного ополчения. То есть мы можем говорить о том, что народное ополчение очень подпитывало все-таки регулярную армию? Да, совершенно верно, да. Вот генерал Батов, командующий войсками Крыма, в своих мемуарах писал, что после тяжелых боев очень на перекопе, когда части 51-й армии стали отходить в Крым, многие из них были фактически обескровлены. И части народного ополчения дали очень большое количество контингента, и фактически многие части были воссозданы заново благодаря этому. В каком виде тогда это было? То есть это непосредственное участие в столкновениях, да, то есть в военных действиях. Насколько много, может быть, потеряли мы ополченцев в то время? Насколько эффективно было управление ополчением? Части народного ополчения создавались по армейскому признаку. Рота, батальон, полк, дивизия. Вот города, например, создавали дивизии народного ополчения. Ну, это крупные города, как Москва, как Ленинград. Там какое-то учреждение создавало, крупный завод, полк, да, и так далее, и тому подобное. Да, в Крыму все-таки поменьше были структуры, как вы понимаете, и был бригадный уровень. В Севастополе была бригада народного ополчения, в Симферополе три бригады. Конечно, это были бригады поменьше, чем армейская бригада. Да, и вот, собственно, в этих структурах люди проходили военную подготовку. Где-то они даже действительно участвовали в прямых боестолкновениях с врагом, как, например, на Перекопе. В основном все-таки это был кадровый резерв для действующей армии. Насколько большой был вклад все-таки ополчения вообще в Крыму в годы Великой Отечественной войны? Разумеется, я не скажу, что такой значительный, как, например, под Москвой, да, или в Ленинграде, или там даже в Северном Кавказе. Там даже существовали кавалерийские части народного ополчения. Но у нас ополченцы сыграли свою роль, подпитывая 51-ю армию. Плюс, во-вторых, части народного ополчения, вот эти истребительные батальоны, фактически стали костяком партизанского движения. А какую роль сыграло партизанское движение в годы Великой Отечественной войны? Вот именно об этом хотелось бы поговорить отдельно. Все-таки, что случилось со всеми этими подразделениями, когда было очевидно, что весь Крым оккупирован, все, как бы уже нет. Последний оплот Севастополь и Симферополь вообще особо, да, тут военных действий не велось. Нет, его оставили. Что было с этими людьми, как продолжалось, наверное, это движение? Ну вот смотрите, я обозначил вначале, да, что были собственные народные ополчения, были истребительные батальоны, были еще коммунистические батальоны. Вот такая интересная структура, ее создавали, как я уже сказал, по принципу вот этих партийных частей гражданской войны. Но надо сказать, что вот это отошли от партийного признака и практически сразу влили в народное ополчение, потому что беспартийные стали возмущаться, что у нас все хотят родину защищать, зачем выделять отдельно коммунистов. Поэтому части вот эти коммунистические вошли в народное ополчение. Фактически все народное ополчение было влито в 51-ю армию. Так или иначе, в той или иной форме из частей народного ополчения создали, воссоздали, где-то где-то создали вот эти четыре дивизии, да, потом в части действующей армии 51-й, которые потеряли очень много людей, вливались народные ополченцы. И они, собственно, разделили судьбу 51-й приморской армии, когда немцы захватили Крым. 51-я армия, как известно, ушла за Керченский пролив, а приморская армия в Севастополь, где, собственно, составила костяк попутных частей обороняющий город. А истребительные батальоны стали костяком партизанского движения. То есть неоценимый вклад в то, что 51-я армия все-таки была сформирована, да, за счет тех и кадров, и обученных, в общем-то, уже людей на тот момент, наверное, да? Конечно, потому что какие бы там ни были несведущие в военном деле эти ополченцы, все-таки они, представьте себе, с начала июля до октября, когда активные бои за Крым развернулись, они проходили военную подготовку. Плюс они там готовили оборонительные сооружения всем в Крыму и так далее и тому подобное. Кого мы сегодня можем выделить как героев все-таки крымского ополчения времен Великой Отечественной войны, потому что у нас же есть улица, там, Макроусов. Да, разумеется. Вот я когда говорил вначале, я специально не стал говорить о Макроусове, да, Макроусов же не просто героем, он герой гражданской войны был, как тогда это понимали, полковник запаса там в Испании успел повоевать. И поэтому его назначили командующим народным ополчением Крыма. Собственно, генерал Батов это очень интересно в своих меморах описывает, как он в военкомате там увидел жену Макроусова и спросил ее, а где ваша... А он там не у дел остался. И он говорит, ну как такой человек и не у дел, и давайте мы его назначим командующим народным ополчением. Ему дали комиссара, да, крупным такой был, не помню, к сожалению, его инициал. Это руководитель военной части обкома крымского. И начальника штаба Сметанина, это человек из военкомата, один из руководителей отдела. То есть это как бы люди такие с ведущей в военном деле. Да, и собственно Макроусов вот это время руководил до конца октября 41-го года, руководил народным ополчением Крыма, и в этом его немалая заслуга. Да, ну конечно, нам известен Макроусова больше всего, как уже затем командующий партизанским движением. И в том, что партизанское движение Крыма на первом этапе вот так было неплохо подготовлено, даже сыграло свою роль, организовано в лес ушло, да, тоже малая заслуга Макроусова. То есть можем сказать, что в Симферополе помнят, да, своих героев народного ополчения. Да, разумеется, конечно. Михаил Сергеевич, вас, конечно, вопросы для вас, это отдельная история, наверное, на ополчение Крыма. И прежде всего мне хотелось бы спросить вас о событиях Крымской весны 2014 года, и пока еще не в контексте даже ополчения. Вот на ваш взгляд, как вы сегодня уже по истечении двух лет оцениваете все те события, которые были тогда и в центре которых вы непосредственно были? Как сегодня вы видите все то, что происходило? В центре событий на самом деле был весь крымский народ. Я хотел бы, если позволите, вернуться к партизанскому движению, к крымскому, что насколько были тяжелые потери у крымских партизан. Аналогов таких не было в Советском Союзе, бывшем в то время, ни в брянских лесах. Каждый второй был убит, потому что 50% партизанского движения понесло тяжелейшие потери. Безусловно, они заставляли гореть землю под ногами фашистов, оккупантов. Они не давали их, связывали их силы, им приходилось постоянно оглядываться, потому что громили их обозы, поезда. Но поэтому я говорю, что партизанское движение Крыма было одной из решающих ролей в победе и приближении светлого праздника Дня Победы 9 мая сыграло. А в событиях Крымской весны я считаю, что прежде всего это широкое понятие ополчения. Безусловно, у нас была штатная численность 10 тысяч человек, а в целом это все крымчане, абсолютно все полтора миллиона, это было народное ополчение Крыма. Потому что не было ни одного человека, который бы не оказался в действии, помощи народному ополчению. Каждый как мог, так и оказывал. Кто вещи нес, кто продукты, кто деньги. И благодаря этому мы прошли все эти сложные, тяжелые этапы. То есть можно сказать, что это была во многом очень значимая роль на тот момент, потому что крымчане и представляли это в основном себя как ополчение. Они выходили, они брали в руки то, что могли. Совершенно верно. Совершенно верно. И весь многонациональный народ Крыма стал в ряды народного ополчения. У нас были абсолютно вся палитра национальностей. Начиная от украинцев, крымских татар, армян, греков. Я не хочу никого. Ну просто абсолютно все. Даже тавры были. Это настолько малочисленная народность. И те сможественно и столько в то время принимали участие в Крымской весне. Поэтому народное ополчение было отмечено даже нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Его роль, важная роль в прохождении вот этого периода становления и возвращения домой. Время проходит. Сегодня мы слышим разные разговоры. Типа того, что вот кто сделал больше, кто-то говорит вот значительная роль ополчения, кто-то говорит это вежливые люди, кто-то еще что-то. Вот на ваш взгляд, что грозило Крыму и Симферополю, если бы не встали тогда крымчане? У нас есть аналог, куда мы можем посмотреть. Посмотреть на Донбасск, на Донецк. Посмотреть на выжженную Одессу, Дом профсоюзов. Именно такой сценарий готовился и для нашего полуострова. Поэтому мы благодарны нашему президенту, благодарны нашему руководителю республики Сергею Валерьевичу Аксенову, благодаря которым централизованности и четкому выполнению распоряжений команд мы смогли удержать ситуацию под контролем и не допустить провокаторов, фашистующих молодчиков на территории нашей республики. Что бы ни говорили, да, эта роль очевидная, она велика. И последний буквально вопрос. Каковы сегодня функции народного ополчения? То есть сегодня эти подразделения существуют, сегодня они выполняют тоже свою службу, свою работу. Что сегодня делает народное ополчение, какими вопросами занимается? Народное ополчение охраняет имущество республики Крым. Стратегически важные объекты, направления, вот ярко выражено было несовместно с силовыми структурами, начиная от МЧС, заканчивая правоохранительными полицией. Это во время так называемой блокаута, которые проходили. Это важные энергетические объекты были полностью под охраной народного ополчения. И во многом благодаря им вот этот этап прошел достаточно мягко, скажем так, если это можно назвать мягкостью. Но тем не менее, крымчане мудрый, стойкий народ, который, несмотря ни на что, никакими, скажем так, санкциями никто не заставит поставить на колени. Поэтому ополчение это абсолютно зеркалит весь крымский народ. Это обычные крымчане, которые служат, знаете, душой, сердцем, отдают все свои силы, чтобы в Крыму было процветание, чтобы мы с уверенностью смотрели завтрашний день, чтобы наши дети улыбались, смеялись, и над нами было чистое мирное небо. Я знаю, что ополчение помогало активным муниципалитетам, в том числе и в Симферополе, допустим. Много лет не могли решить проблему этих гонок на машинах вечерами в центральной части города, Пушкина, Карламангса. Это только маленькая, видимая часть айсберга. На самом деле у них очень большая работа ведется, и патриотическая работа, создание классов народного ополчения, которые в форме народного ополчения. Со школами, да, наверное? Конечно. Потому что патриотическое воспитание сегодня надо ставить во главу угла. Потому что мы видим, к чему привело более 20 лет изоляции, где неуважительно относились к своей истории, когда ее пытались переиграть, подстроить под тот сиюминутную ситуацию, которая необходима. В результате мы пришли к тому, что пришли. И, к сожалению, хотелось бы, чтобы в ближайшее время все-таки мир восстановился на территории смежного государства Украины, чтобы люди улыбались и были счастливы. Потому что многие приезжают, друзья, потому что мы не сможем разорвать это. Даже хоть нас пытаются по крови поделить как-то, нас не разделят, потому что это все равно останутся для нас братья. Все равно там мои друзья, все равно там мои родственники. Поэтому они приезжают сюда, в Крым, и видят огромную разницу между Украиной и Россией. Поэтому мы этому очень рады, но мы хотели бы, чтобы такой мир, спокойствие наступил и в Украине. На этой, думаю, оптимистичной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я думаю, в дальнейшем мы можем еще встретиться и поговорить на самые разные темы, в том числе народного ополчения. Тем более, что сегодня очень актуально, что скоро будет в Симферополе, я надеюсь, памятник народному ополчению всех времен, который сегодня, я думаю, будет и востребован. И я думаю, он только украсит еще раз нашу крымскую столицу. Тем более, что хотелось бы даже анонсировать, что скоро Екатерина у нас исторически на своем педестале снова взойдет на него. И, думаю, памятник народному ополчению – это будет один из шагов в этом направлении. Направлении духовности, патриотизма, направлении нашей общей истории и так далее. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в нашей студии были гости первый заместитель председателя Совета Министров Крыма Михаил Шеремет и доктор исторических наук Олег Романько. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся через неделю в это же время. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!